Наверное, многие помнят девиз пионеров «Будь готов, всегда готов». Да, он и сегодня актуален. Но для того, чтобы быть готовым, нужно быть сильным и здоровым. А на днях министр спорта России Виталий Муткой, губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере физической культуры и спорта. Какая роль в этом деле отведена школе, мы узнаем у заместителя директора департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Андрея Колычева. Доброе утро. Доброе утро, Андрей Владимирович. Итак, не так давно, ну можно сказать, что не так давно были увеличены часы физкультуры. В школах нагрузка увеличилась на детей. Вот какой-то эффект это уже дало. Можно же уже констатировать, наверное, что-то или нет? Наверное, говорить можно. И будучи сам учитель физкультуры, я давно мечтал об увеличении количества часов, потому что дети стремились, в общем случае, говоря за себя, стремились к мне на руку, чтобы выплеснуть эмоции, научиться чему-то, разрядиться, ну и вообще пообщаться. В неформальной обстановке. И вот появился третий час физкультуры. Это, скажем, конституциональный подход для того, чтобы улучшить здоровье наших школьников. Но мы должны смотреть правильно в глаза. Количество часов увеличено, а материалки безопасности осталось пока на том же уровне. Это хорошо, что у нас проходит модернизация школ. В 2013 году две школы отремонтированы, комплексы с территориями. В 2014 году восемь школ, из них шесть с территориями. Что я подразумеваю под территорией? Это, конечно же, создание спортивной инфраструктуры, мини-футбольного поля, дорожки, каких-то секторов. Это все здорово. Для того, чтобы грамотно использовать третий час, нужно, наверное, изменить подходы к самому приправлению предмета. Мы, Департамент спорта и молодежной политики, предлагаем комплексно рассматривать этот вопрос. Если раньше в расписании стояла физкультура три класса, разные классы приходили, переодевались, и три преподавателя уходили, либо одновременно в одном зале проводили занятия. Наверное, сейчас такая система существует, но она не позволяет эффективно использовать ресурс. Мы предлагаем изменить подход. В чем заключается? Ну, наверное, это может случиться революционно, но для того, чтобы загрузить все спортивные площадки, которые существуют, надо строить расписание от физкультуры. Тогда будет понятно. Тогда, условно, следующим концептуальным подходом – это вывести параллель одновременно на первые два урока. Параллель седьмых классов. В этом случае можно делить, создавать группы мальчиков и девочек. Условно появляется интерес, своего рода конкуренция у мальчишек А, Б класса вместе с Трицей провести по соревнованиям. То есть, получается, физкультура с утра – это нормально, а потом заниматься другими предметами. Это я условно говорю с первого и второго урока. Это условно, когда параллель выходит одна, это значит очень четкое распределение по местам занятий. У каждой школы есть как минимум три места занятий. Значит, мы можем развести, но это надо четко выдерживать программный материал. У нас же в школьной программе есть многие виды спорта, которым мы обязаны обучить. Это задача педагога школы. Мы согласны. Вот, поэтому надо смотреть. Один класс идет в спортзал, второй идет на футбольную площадку, третий – либо это мини-зал, который существует в каждой школе, либо это сочетание беговой дорожки. Ну, у нашей школы есть еще и… Ну, не у всех они есть, скажем так. И тем не менее, школьная территория может использоваться достаточно интенсивно. И вот получается, то есть у нас сейчас в спортивных залах-то не увеличилось, да? А при этом количество уроков, наоборот, стало больше. А есть ведь школы, где и классов очень много. Не все входят, не всем хватает. Вот здесь что-то. Все переходят на теорию почему-то. Надо рассматривать вопросы сдваивания уроков в классах. Вот тогда можно найти выход из положения. Разгрузить спортивный зал. Это первый подход. Второй подход, который мы уже реализовали с октября 2014 года, это для старших классов мы ввели физкультуру по интересам, используя ресурс нашей отрасли. То есть это, получается, у нас баскетбол, волейбол или хоккей там? Условно приходит спортивный… 63-я школа, самый загруженный микроволен города Восточный. Мы предоставили наш спортивный комплекс «Рубин». Рубин. И дети 9-11 классов приходят на нашу базу заниматься, разгружать им самым свое. У них в своем зале занимаются, условно говоря, начальные классы или пятые, седьмые. А в это время 9-10-11 классы приходят к нам и занимаются профессионально. И, ну, скажем, используя средства и принципы спортивной тренировки, мы увеличим нагрузку. Потому что если мы ввели третий час в физкультуру, поэтому мы должны спрашивать. Не просто времяпрепровождение, а надо насытить его, надо, чтобы ребята получили адвокатную нагрузку путем сочетания. Вот оно что. Мне просто интересно, ведь сейчас количество ребят, которые уклоняются от физкультуры, то есть имеют освобождение, очень много. Мне кажется, больше, чем во времена моего детства. Сейчас приходится справками, а их как-то можно вернуть. Как привлечиться, конечно. Ну, продолжу ту тему, которую я только что развил. Вот если мы будем сдваивать классы, тогда освобождается те люди, которые имеют отношение к специальной медицинской группе. Специально для них будет отведено время. А если еще продолжить, то вот эти спортивные тренировки, так их назовем, физкультуры по интересам, можно вывести из расписания. И тогда это будет вообще самое лучшее время. Отучили шестерок, как вы сказали, чтобы нагрузку утром не иметь. После обеда пришли, потренировались, позанимались, вышли на улицу, освежились и причем выполнили всю школьную программу. Это реально сделать вообще? Реально. Мы такие рассматриваем концепции. Мы разбили условности школы города на некоторую группу, у которых материальная база состоит из трех единиц, у кого из пяти. И вот будем предлагать составлять расписание, уже используя тот ресурс, который есть. Если отвечаю на ваш вопрос, уклонистов, имеющих противопоказания, ну, наверное, с одной стороны, если действительно дети болеют, это вполне законно, да, а если используют шанс иметь справку на руках, мне просто таких людей жалко. Но не теряют какой-то небольшой интерес. Ну, здесь должен подчеркнуть, все-таки должен быть человек, который работает в школе и который может зажечь их. Ну, воодушевить согласна. Спасибо. Мы будем знать, что таких людей, таких педагогов, таких специалистов в школах будет больше. Ну, и родители здесь, конечно, должны принимать участие. С этим трудно поспорить. Спасибо вам большое. У нас в гостях был заместитель директора Департамента по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени Андрей Ковычев.